Музыка Очень знаковое было заседание пленарное, когда приехал президент Российской Федерации, представил нам премьер-министра и было голосование в Государственной Думе. Очень много было звонков, честно вам скажу, очень было много звонков перед этим, кого внесет президент, была какая-то интрига, потом эта пелена спала, и вот господин Медведев явился во всем величии, и страна охнула и ойкнула. Если кто-то не заметил, но все социальные сети и телефонные звонки оборвали у нас, как так может быть, была какая-то надежда, но надежда эта лопнула. Ничего в стране не изменится, даже на те вопросы, которые мы задавали у нас на фракции, конкретные вопросы, мы получали обтекаемые ответы, вот так и будет происходить дальнейшая политика. Элементарные вопросы, долги вимаю, ну 700 миллионов рублей, деньги-то есть, компания обанкрочена, но деньги есть, собственность есть, а люди уже полгода эти деньги не видят, мыкаются, выходят на улицы. За старелый вопрос зарплаты по шахтерам, он согласился, вот я ему задавал вопрос, он согласился. Да, есть этот вопрос, его надо решать, но он понимает, что он глобальный такой, вот он большой такой вопрос, никак не решишь. Ну 320 миллионов выбили, вытрясли просто, как, значит, это самое, грушу, а 340 миллионов еще не выплачешь шахтерам. Третий год без зарплаты люди, и опять в пример министра. Мы говорим, ну дольщики обманутые, то же самое. 500 тысяч жителей обманутые, по 15 лет уже квартиру оплаченную, 100% оплачены. Нет, огромный вопрос с регионами надо решать, так если ты не умеешь работать с регионами, если ты не умеешь решать, элементарный вопрос, элементарный, это же не глобальный, как преодолеть кризис в Российской Федерации. Ну дал бы отказ президенту Путину и сказал, не способен. Извини, подработаю еще где-нибудь, подучусь, потом уже, может быть, и дам согласие. Нет. И еще на смех курам, на смех всей стране предлагает господина Мутко, сам смеется, но предлагает господина Мутко, так сказать, в заместители, чтобы строительный комплекс, строительную отрасль нашу курировал. Разварил туризм, спорт, так сказать, олимпийская подготовка к Олимпиаде, только потому, что он в Питере вместе с Путиным работал у Собчака, вот давай его в заместители. Теперь спокойно можно быть за физкультуру и спорт. А вот за строительный комплекс нам придется волноваться. Если его, значит, предложит Медведев, а, наверное, предложит, он же высказался, даже смех его не останавливает. Такая кадровая политика, она приведет только к усугублению ситуации и углублению кризиса, и в экономике в том числе. В первую очередь. Поэтому наша фракция категорически голосовала против господина Медведева и тем более будет голосовать против такого назначения, как господин Муткон в качестве его заместителя. Ничего хорошего от этой команды ждать нам с вами и стране, на наш взгляд, не приходится. Позвольте еще раз поздравить вас с Днем Победы. Великий праздник, великий подвиг нашего народа навсегда останется в веках. Но нужно понимать, что сегодня и наша победа, и наша страна в целом отчаянно нуждается в нашей защите. И извне, и изнутри идут нападки, попытки переписать историю. Мы видим, что уже на Западе раздаются голоса о том, что надо пересмотреть роль Советского Союза в той войне, фактически пытаются приравнять его к нацистской Германии, разделить ответственность за развязывание той войны. А изнутри предпринимаются попытки выморать нашу святую советскую символику. Пожалуйста, хороший, правильный, полезный проект «Бессмертный полк». Мы его поддерживаем. Но его символика, увы, сейчас это орден Красной Звезды, почему-то в котором убран советский боец, убрана надпись «СССР», убран «Серпомолот», заменены Георгием Победоносцем. На наш взгляд, это неприемлемо. Так поступать нельзя. Если ты хочешь быть патриотом, то нужно быть последовательным человеком и уважать историю своей страны, а не пытаться менять одни символы на другие. То же самое, увы, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ответил молчанием на настояние председателя нашей партии убрать, наконец, эти позорные конструкции, прикрывающие мавзолей во время парада. Мы убеждены, что так делать нельзя, что если сейчас вы пытаетесь убрать исторический облик Красной площади, если вы пытаетесь власовскими цветами заменить то, что действительно тогда происходило, то это не просто переписывание истории, это попытка вообще выморать все советское, все правильное, здоровое, справедливое, что было в истории нашей страны. Мы видим, к чему это приводит. Пример братской Украины, печальный пример, увы, у всех на виду. Поэтому мы убеждены, что если сегодня власть в условиях внешней опасности действительно не на словах, а на деле хочет сплочения общества, то она обязана идти по пути консолидации, через объединение всех здравых сил, а самое главное, через то, чтобы прислушиваться к предложениям оппозиции, о том, как нужно выстраивать политику, экономику и социальную сферу, для того, чтобы действительно страна успешно развивалась. В противном случае, как было и 70-80 лет назад, если будем слабыми, то нас сомнут. Мы уверены, что допускать этого нельзя. У нас есть все необходимые рецепты для того, чтобы этого не допустить. Остается лишь политическая воля высшего руководства страны. Ее пока нет. Будем надеяться, что хотя бы под давлением обстоятельств она появится.